СМЕЛЕЕ ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ СМЕЛЕЕ ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ СМЕЛЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ На 20% от экологии, чем дышим, что едим, чем облучаемся. На 10% от наследственности и на 10% от системы здравоохранения. Если мы правильно живем, ведем здоровый образ жизни, то вероятность онкологического заболевания, в общем-то, конечно, есть, но она не столь велика. Все беды наши от нас самих, от нашего образа жизни. И от наших мыслей тоже. В том числе, безусловно, от мысли, от установки на жизнь, от оптимизма и многих других факторов. Эту точку зрения, кстати, разделяют и сами медики. Пример Сергея Степановича дает движение к истории болезни очень многих пациентов. Так что на самом деле все, что заложено у нас и все, что мы хотим осуществить, оно действительно реально. И проработав много лет в медицине, видно, когда люди болеют, и когда они не борются за свое здоровье, когда у них опускаются руки, то болезнь достигает их очень быстро. И вот, пример Сергея Степановича, у нас много в городе таких пациентов, которые действительно силой воли достигают таких неудивительных результатов. Просто иной раз даже удивляешься. Поэтому его пример для нас просто движение вперед. Но надо иметь большую силу воли, и этому надо учиться. И это должно быть не просто сегодняшним желанием. Я встал, и завтра с понедельника начну. Это каждый день работа над собой. Потому что если человек перестает над собой работать, то болезни и уныние, самый большой грех настигает, и руки опускаются. А мы, как медики, прекрасно это понимаем, что если человек над собой не работает, то помощь врача практически иногда будет сильна. «Смелее заботьтесь о своем здоровье», – рекомендует Сергей Сокол. Сам он, победив болезнь, продолжает активно заниматься йогой. В августе рискнул испытать свои силы в аэротрубе, совершив очередную победу над собой. Здоровый образ жизни, полноценное питание, профилактика, диспансеризация, позитивное отношение к жизни – все это составляющее здоровье. «Валеология – это наука как раз о здоровом образе жизни. Ну, что я хочу сказать, что все эти понятия прививаются только внутри семьи. Только родители, только мама, папа могут объяснить, дать наставление своему потомству, что такое здоровый образ жизни. Это все, это режим дня, это питание, это двигательный режим, это гигиена тела, это очень-очень большая наука». «Нужно вначале заботиться родителям о своем здоровье, чтобы подарить хорошую, здоровую генетику ребенку. А потом, конечно же, мы уже занимаемся с нашими детьми». «Я считаю, что физическое здоровье, конечно, оно зависит от духовного здоровья человека. И чем человек более духовный, тем и здоровье у него лучше, и душа у него светлее. Мы живем в какой-то все время цепноте, мы куда-то все время спешим, торопимся, и забываем о своем именно здоровье. И я считаю, что каждому человеку нужно просто сесть, подумать о себе, о своем духовном состоянии, физическом, для того, чтобы потом своим же близким не причинять какой-нибудь неудобств в связи с своими болезнями, которые могут у тебя в будущем появиться, если ты не будешь следить за своим здоровьем. Я считаю, нужно думать сначала о своих близких». Для большинства пришедших на встречу было важно не только прочитать книгу, но и… «Взять на заметку, понимаете? Потому что возраст большой уже, и всякое может случиться. И из-за этого и знакомимся с этой литературой, которую Сергей Степанович выпустил. Большое ему спасибо за это». «Доходчиво написано?» «Да, весьма. Очень, так сказать, понятно и по-человечески». «Как правильно кушать надо, как правильно себя вдовольственным спортом заниматься, и чтобы, получается, все активно вести образ жизни». «Согласны с этим?» «Согласна, конечно». «Не курю, не пью, но иногда хожу, это самое, на стадион хожу иногда». «В этой книжке еще вот как лечить, как лечить, вот рак у него, чтобы было заболевать». «Да, да, он скрывает это». «Не скрывает это, не скрывает, и хорошо, и как он хорошо выглядит». «Понимаешь, что человек – практик, и это не просто какая-то выдуманная теория, и сразу все прочитанное воспринимаешь к себе. Несомненно, делаешь определенные выводы, но в суете наших ежедневных дней, забот, самое главное – оставаться человеком, чтобы твоя душа была светлой и спокойной, чтобы ты ни на кого не держал зла. Вот я считаю, это вообще основание здорового, душевного состояния человека». «Есть очень познавательные вещи, то есть он глубоко изучил структуру ДНК, это влияние, душевное состояние. В принципе, я с ним очень во многом согласен, то, что человек – это болезнь, это не болезнь, это состояние человека. И победить болезнь можно в любом состоянии, изменив только состояние. То есть, находясь тело и разум человека должен находиться в гармонии, тогда у человека нет болезней. А любые перекосы в ту или в другую сторону, они приводят к дисбалансу, а следовательно – это болезнь. «Носиться, может быть, к каким-то заболеваниям, ну, так скажем, по-философски, да, с холодным сердцем, со здоровым разумом. И самое главное, что вовремя нужно успеть заметить, да, и исправить». Тема вызвала живой интерес и стала еще до начала встречи в зале поводом для своеобразного обмена мнением в фойе. Забота о здоровье сошлись во мнении все. Это не прием медикаментов, а неотъемлемая часть образа жизни. «Я прочитал первую книгу. Вы знаете, я не просто ее по диагонали читал, а я осмыслен на каждую строчку. И я понял, что мне нужно делать для того, чтобы поправить свое здоровье, прежде всего, бросить вес. И вот я сегодня перед вами, я уже второй раз меняю гардероб. Дело в том, что, понимаете, вот за год 15 килограмм. После первой книги начал читать вторую книгу, он мне дал пилотный экземпляр. На сегодня еще 5 килограмм. То есть я работаю по этой книге. Это очень полезная книга. А вот ощущения после того, как стали легче на 20 килограммов, какие? Вы не представляете. Чувствую себя легко. Забыл, что такое давление, которое иногда поднималось. Ну, как бы, польза очень большая. И, наверное, энергия, работоспособность. И энергия, работоспособность все появилось. И главное стремление жить появилось. Больше и активно. Каждый по-своему. Кто-то спортом, кто-то питанием. Здоровье нужно беречь. Моё кредо – здоровый образ жизни. Конечно, знать, читать, знать всегда очень важно. И важнее всего – это профилактировать. Лучше заблаговременно что-то предусмотреть, чем потом уже, как это, героически преодолевать. Я считаю, и мы правильно делаем в городе, что создаём необходимую базу, создаём кружки, секции, чтобы людям не просто на словах, а на деле предложить «идите, приходите, занимайтесь». Ну, а там уже многое зависит от бабушек, от дедушек, чтобы они своевременно своим детям внушались своим внукам, говорили, насколько всё это важно. Ну, а и во всём важнее всего – это личный пример. Презентация книги Сергея Сокола стала логическим завершением кропотливого труда автора. Вынос её на публичное обсуждение – желание услышать мнение читателей. Разговор получился интересным. А одно из предложений, прозвучавших в зале… Создать общество, что ли, заинтересованных в этой проблеме людей, я бы так сказал. Я считаю, это очень продуктивная идея, я приму участие в ней. Люди должны общаться, в том числе на этой почве. Телеверсию встречи смотрите в четверг, 8 сентября, в 20 часов, с повторением после второго выпуска программы «Акцент» и воскресенье в это же время. С электронной версией книги можно ознакомиться на сайте Сергея Сокола. Там же будет выложена и подробная телеверсия презентации. Лариса Панина, Александр Михайлов, Дмитрий Жуков, Алексей Орлов. Телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова